Дополнительные средства на модернизацию инфраструктуры получат регионы Дальнего Востока. Это обсудили на заседании Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. Совещание прошло под руководством вице-премьера российского правительства Юрия Трутнева. Какие бы препятствия не придумывали для развития нашей страны, наши неприятели, Россия будет развиваться, а значит будет развиваться и Дальний Восток, будет выполняться поручение президента о опережающем развитии Дальнего Востока. Финансирование дополнительных мероприятий по модернизации строительства социальной инфраструктуры в центрах экономического роста предусмотрено через дальневосточную единую субсидию по линии Минвостокразвития России. С 2018 по 2023 годы на реализацию планов 11 субъектов из федерального бюджета выделено свыше 120 миллиардов рублей. Уже построено 574 социально значимых объекта. Это школы, детские сады, больницы, фапы, учреждения культуры и спорта, дороги, объекты инженерной инфраструктуры. Почти тысячу объектов отремонтировали, около 500 общественных территорий благоустроили. Отдельно одобрено финансирование мероприятий по обновлению общественного транспорта. Для Благовещенска это 11 новых автобусов. Губернатор Василий Орлов представил стратегию развития Благовещенска на промежуточном отборе мастер-планов дальневосточных городов для презентации на Восточном экономическом форуме в этом году. Мастер-планирование в Благовещенске, а также еще в пяти городах – Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске, Камчатском, Южно-Сахалинске и Чите – реализуется при финансовой поддержке ВЭБ-РФ. Преимуществом Благовещенска является уникальная близость к Китаю и сложившиеся отношения, непрерывное трансграничное взаимодействие в торговле и логистике, туризме, образовании и культуре. К 2030 году Благовещенск должен стать экспортно-импортным хабом – центром сотрудничества российских и китайских компаний, культурного взаимодействия, туристическим и образовательным центром, отметил Василий Орлов, представляя проект. На космодроме «Восточный» завершили установку в проектное положение всех 17 уровней кабельно-заправочной башни для ракет-носителей семейства «Ангара». Видео непрерывной работы по возведению второй очереди опубликовал «Роскосмос». Кабель-заправочная башня предназначена для размещения оборудования и коммуникации, систем и агрегатов стартового комплекса, а также для удержания носителя на пусковом столе и обеспечения возможностей для обслуживания ракеты. Высота башни составляет 66 метров, а вес – около 3000 тонн. Поддельные пятитысячные купюры выявили в Преамуре, фальшивые деньги обнаружили в банковской системе области. 15 банкнот за второй квартал этого года, сообщает пресс-служба Амурского отделения Банка России. Несмотря на это, специалисты отмечают, что уровень фальшивомонетчества в регионе остается стабильно низким и напоминают о мерах предосторожности. Банкноты рекомендуют проверять на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. Также это можно делать с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России», которое содержит всю необходимую информацию. Амурчанам напоминают, что расплачиваться банкнотой с признаками подделки или передавать ее другим лицам нельзя, поскольку такие действия могут квалифицироваться как сбыт поддельных денежных купюр. Уже в сентябре воспитанников примет новый детский сад в селе Чигири. Учреждение на 120 мест возвели по федеральной программе «Стимул». Она направлена на создание инфраструктуры, стимулирующей застройщиков к возведению жилья и является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Из разных бюджетов на реализацию проекта выделили 245 миллионов рублей. В помещении оборудован современный пищеблок, медицинский кабинет, в группах «Теплый пол». Все работы выполнены, осталось завести мебель, игрушки и необходимое оборудование. Через месяц новый детский сад будет готов открыть шесть групп для юных амурчан. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова